Меня зовут Ярослав Гула. Я журналист. За моими плечами Украина без денег. Но теперь проверки коснутся 20 стран. Каждую неделю я отправляюсь в новое путешествие, чтобы по справедливости оценить туристический потенциал города. Там красиво, а вот здесь вот некрасиво. Таким образом, мой путеводитель будет состоять из рассказов о сотне населенных пунктов. Я покажу не только достоинства распиаренных курортов, но и их недостатки. Лицо все горит огнем. Приеду туда, где все создано для комфортного отдыха. Ребята, сэкономьте. И туда, где туристы становятся жертвами обмана. Ну наснимаю в воле слова. Говорят, есть города, переполненные роскошью и небывалым богатством. А есть, омраченные бедностью и хаосом. Сколько шума, сколько проблем. Кто-то цепляется за прошлое. День победы. Срешали. Убилили. А кто-то уже одной ногой в будущем. Где-то заботятся о посетителях. Швейцар. А где-то плюют на здоровье людей. Не, ну реально я вообще ничего не понимаю, что происходит. Это и надо проверить. Вы увидите истинное лицо тех, кто на вас зарабатывает. Ну что ж, пришло время для первого путешествия. Ну все, отступать уже некуда. Марафон начался. А я приехал в северную столицу России. Здравствуй, Санкт-Петербург. Обещают дожди, но я надеюсь, что заявленные белые ночи ничто не испортит. Я увижу, как живут наследники великих императоров и императриц в своих роскошных дворцах. Но это мне обещают. Так что дворяне, крестьяне и бывшим интеллигенциям все за мной. Пойдем проверять. Я начинаю исследование культурной столицы России. Очевидными признаками того, что вы уже в Питере, будут водные каналы, яркие мостики, величественная архитектура с привкусом эпохи самодержавия, но и туристы. Причем каждый из них увидит этот город под своим определенным ракурсом. Общее у нас одно. Все мы являемся гостями крупнейшего мегаполиса России, в котором и так проживает 5 миллионов человек. То, что все осмотреть, это нереально, но это факт, без проверок вам скажу. Я же хочу составить некий мастхев для типичного туриста, который приедет сюда, в Санкт-Петербург. Каждый город я оцениваю по четырем критериям и по 100-бальной шкале. Как это работает, спросите вы. Ну, например, инфраструктура с подразделением на сферу услуг. Самое примитивное – это туристический информационный центр. Его двери открыты для всех гостей. План зданий есть, расшифровки, условное обозначение метро. Не, если бы такого еще не было. Это стандартная вещь для таких городов. Поэтому в копилку Санкт-Петербурга уверенно отправляется первый бал. Теперь поговорим о культуре. Я считаю, что пройти мимо знаменитого Армитажа – грех непростительный. И миллионы посетителей это понимают. Они выстраиваются в огромные очереди, чтобы прикоснуться к великому искусству. И сегодня я один из них. Здравствуйте, граждане Украины, студенты. Написано «студенческий билет». Мне, как студенту Украины, билет бесплатный. Это вызывает уважение и большой плюс Армитажу. В российских музеях действует политика лояльности. Цена билетов для местных на порядок ниже, нежели для иностранцев. Если вы присоединитесь к обычной экскурсии, то пойдете по типичному маршруту. Я же отправлюсь в те залы, которые вдохновили меня. Армитаж – в первую очередь разноплановый музей. И, например, если ваш ребенок не сильно любит книжки по истории, то это наглядное пособие найдет, чем его удивить. А вот пойдемте-ка в зал Древнего Египта. Там аншлаг всегда. Там умная лежит живая человеческая. Вот так посреди зала покоятся мумии египтян. Это шокирующее место. Здесь представлены древнейшие экспонаты. Кошка – священное животное в Древнем Египте. Если она умирала, то хозяин в знак скорби сбривал себе брови. А это уже частичка эпохи почитателей Зевса и Афродиты. Древняя Греция – первая теория сотворения мира. Мифы, легенды, предания, рассказы. Далее знакомимся с находками времен Юлия Цезаря. Древние римляне – храбрые завоеватели и мастера военного дела. Интересен тот факт, под каким вообще предлогом все эти огромные чудеса искусства очутились от Родины за тысячу километров. Ладно, это была разминка. Сейчас надо готовиться к золоту, бархату и небывалой роскоши. Ну что, судари-судары, недобро пожаловать в зимнюю резиденцию Екатерины Второй. Я знаю, чем она занималась тут, с кем она тут картошку пыталась съесть. Это сериал смотрел умный. Какая роскошь, какое величие. Но у меня до речи пропало. Это «Святая святых». Здесь собраны оригиналы картин из коллекции известных художников. Рафаэль, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рембрандт, Рубинс, Тициана. Голова пойдет кругом. Эрмитаж вообще обязан своему существованию Екатерине Второй, которая когда-то начинала собирать экспонаты, покупала у разных художников, а теперь оп-оп и богато. Вы только посмотрите на эти столы, люстры, потолки. Чувствуешь себя маленькой деталью позолоченной шкатулки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если задача приехать в Питер, посмотреть по максимуму Эрмитаж, то, в принципе, можно там, ну, наверное, целый день оставить. Этого явно не хватит на 3 миллиона экспонатов. Но всю коллекцию зимнего дворца нужно увидеть. Это все стоит миллионы, миллиарды долларов. Правда, есть вероятность, что всякие Джин Джо Джо из Китая будут сбивать вас на каждом шагу. Готовьтесь. Мало одного часа, мало двух часов, мало недели. Сюда нужно приходить по несколько раз и уделять этому свою жизнь. А, пофоткать, пофоткать может каждый турист. Даже из Китая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знакомство с Питером может начаться и с Невского проспекта. Мне прогуляться по главной артерии города удалось. Я увидел и кареты, и шикарные соборы, памятники. Повезло. Повезло с погодой. Ведь в любой момент мог пойти дождь. Поэтому берите и зонтик, и летние тапочки, и пуховик. Потому что здесь погода меняется, как сезоны. Только быстрее раз так в сто. Через каждые полчаса. И не надо шутить с питерскими-то осадками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще одна особенность, которой нужно быть готовым. По статистике 95% туристов стараются захватить частичку города. Для себя оригинальные фотки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а маме, папе, сестре, бабушке и троюродной тете из Одессы по сувенирум. Хорошо, что в Питере с магнитами, чашками и футболками проблем нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так вот, из каждого города я буду привозить некий сувенир, который больше всего, по моему мнению, будет напоминать о населенном пункте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я отправляюсь в дом компании Зингер. Говорят, лучший подарок – книга. Но пусть в первом выпуске это действительно будет так. Вдохновленным Эрмитажем можно прикупить издание с картинками. Ну, а если вы настоящий библиофил, то здесь оставите несколько часов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Из Петербурга с апатией и безразличием. Себе куплю тетрадку. Одну. На следующий учебный год мне, в принципе, достаточно. Помимо канцелярии, оригинальными подарками из Питера будут фарфор с императорского завода или конфеты, сделанные на фабрике имени Крупской. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ближе к вечеру на набережных становится многолюдно. Цель туристов – насладиться разводом мостов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О величии Петербурга можно говорить вечно. Но, правда, когда вы увидите ночной город, то забудете все, что хотели сказать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дворцовый мост прямо по курсу. Его разведут буквально через 8 минут. Начнется небольшое представление. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Точно по расписанию первым разводят Дворцовый мост. После этого катера на перегонки плывут к Троицкому. Расстояние приличное, и за 10 минут туда не добежать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И в час 20 ночи поднимают одно мостовое крыло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А литейный мост сейчас тоже откроют. А кто не успел, тот опоздал, будет на другой стороне ночевать, пока его снова не сведут. Ночная прогулка по Неве была холодной, но яркой. Три разведенных моста и огни города – еще один мастхэв. Но раз в году бывает событие, на фоне которого все увиденное покажется тусклым. Знаменитые «Алые паруса» собирают миллионы зрителей именно тогда, когда по Питеру катится волна выпускных. Билеты в кассах купить нельзя, но их с радостью продадут 11-классники, которым все бесплатно раздали в школе. И за сколько ты продаешь? 800-а почему? Так мало. Надо тысячу брать. Тысячу берите. Самые масштабные торги разворачиваются на Адмиралтейской. Билеты можно еще купить в интернете, просто набрать «Алые паруса» в ВКонтакте группу, и там продают от 600 рублей до 1000, до двух даже бывает. Сами школьники? Да, сами школьники продают, которые не хотят идти. Этот продаст, этот продаст. Я нашел билет за 500 рублей, его пытаются незаконно продать. Но сейчас мы с поличным кое-кого и поймаем. Встречу назначили в ресторане. Ну что ж, идем на сделку. Ты понимаешь? Я ресторан перепутал, это не это. А ну нормально, продавать свои последние школьные минуты? А я не продаю последние школьные минуты. А ты сам пойдешь тоже? Нет, я не пойду, потому что у нас другие планы. Ну да. От себя. Это два. Все, а мы спокойно пройдем? Да. Значит, дорогой выпускник, приглашаем вас, вас, вас. Это то есть меня. На праздник выпускников петербургских школ Алая Паруса, которая состоится 23 июня. Какая разница? В 22.00 Дворцовая площадь, это, наверное, самое главное, то, что тут есть. И ради этих билетов я пошел на многое. Да, я отдал 500 рублей, незакон это, но я на себе проверил. Я очень хочу, я очень хочу. Ну кто-то не хочет, кому-то не надо. Да и пожалуйста. Даже если есть билеты, тут надо вот такую очередь простоя. Я предполагал, праздник трезвым не будет. Пьяные выходки выпускников еще куда ни шли. Но вот курение в толпе оказалось вне компромисса. Это проявление эгоизма и хамства. Я попросила, конечно, не пропустите. Будете делать? Да. Я спою мороженку. Кормозь. Дай, спасибо. Отходим. Выстояв адскую очередь, вас таки пустят на Дворцовую площадь. И там уже проходит концерт. Ну, как правило, школьники очень бурно отмечают окончание школы. Ну, не все, конечно, там находятся в нетрезвом виде, но большинство. И желательно уже пойти домой где-то до трех часов точно. Там никак не пропустят. Нет, пусть здесь корабль сейчас пройдет. Здесь у вас. Блядь, сейчас канал прокопают, нормально все будет. Постепенно на Дворцовую набережную сбегаются все те, кто настроен увидеть бригантину с алыми парусами не по телеку, а вживую. Люди вот так стоят, держат столб. Столб мой не отдам. Десять минут до начала шоу. А видишь, где стою? Будешь меня на своих плечах держать, чтобы я хоть что-то записал. Шоу крутое. Бомбезное, да. Но увидите вы его только с одного ракурса. У вас будет 2-3 попытки, чтобы сделать селфи на фоне корабля. Но вот там вот за решеткой элитные места. И знаете, на будущее их тоже продают. Ну, за каких-то там символических 200 баксов. Вот и все. Праздник закончился. Встреча первого рассвета взрослой жизни обернулась для коммунальщиков. Над культурной столицей взошло солнце. Но, по-моему, вчера Питер не казался таким культурным. Моя любовь! Выпускники экзамен по дисциплине поведения провалили с треском. Я же отправляюсь на встречу с человеком, который попытается хотя бы что-то, но исправить. Для передвижения по Питеру очень удобно использовать вот такие вот карточки, подорожник. 180 рублей стоят сутки. Это в любом случае будет экономия для вас, для туристов. Кто-то предпочтет экскурсии на автобусе, а кто-то заинтересуется лофт-проектами, то есть прогулками по крышам. Каждому свое. Но в Питере даже метро похоже на музей. Правда, для местных это все уходит на десятый план. Не знаю, я вот заметила, что в Питере люди тоже спешат. Тебе говорят, что Питер такие все апатичные и размеренные. Мне кажется, это не так. Все-таки люди спешат и торопятся. Нет такого, что все такие томные там ходят по улицам. Мы на Ничковом мосту, соединяющем берега Фонтанки, довольно широкой реки, длиной почти в 7 километров. Знакомьтесь, это Андрей. Сегодня именно ему предстоит сдать экзамен и ответить за судьбу родного города. По правилам проекта вопросы делятся на 5 уровней сложности. Я проверяю знания истории, местности, символики, людей, законов и событий. Суммарно можно заработать 15 баллов. Все зависит от тебя. Сейчас посмотришь, какой я справедливый. Итак, первый вопрос. Я сейчас тебе на телефоне покажу фотографию. Тебе нужно сказать, какое событие на ней зафиксировано. А, ну эта фотография могла быть сделана в любой день в Питере, потому что каждый день производится выстрел, ровно в полдень на Петропавловской крепости. А право выстрела предоставляется, ну, почетным жителям Питера. В точку. Правильно. Перед тобой картосхема города, продублированная из школьного учебника 1965 года. Но на ней есть ошибка. В чем она заключается? Ну, во-первых, Питер находится на 60-м меридиане. Это и есть единственная ошибка, только не меридианы, а параллель. Вот честно сказать, я в Питере белых ночей не увидел, потому что 2 часа ночи, и уже темно, как в лесу, понимаешь? Ну да, как я и сказал, они сероватые немного, эти белые ночи в Питере. Назовите самую первую постройку в Санкт-Петербурге. Это должен знать каждый питерец, но я не знаю. Даже примерно себе представить не могу. Церковь. Я бы построил церковь. Что? Я действительно не знаю ответ на этот вопрос. Правильный ответ. Домик Петра Первого. Но мы к нему вернемся немного позже. Сейчас я задам четвертый вопрос. А в каком направлении смотрит Петр Первый, олицетворенный в памятнике «Медный всадник»? Это более сложный вопрос. Так. Речь идет об этом памятнике. Он был открыт при участии Екатерины Второй в 1782 году и своим названием обязан одноименному произведению Пушкина. «Медный всадник», он, наверное, смотрит на север, куда-нибудь в сторону Северного моря. Если вспомнить детали, в уме прокрутить карту города и просчитать ситуацию, то можно дать более точный ответ. Это северо-запад. Да, практически север на северо-запад, я бы так сказал. Это четыре балла. Пятый вопрос. Дневник какой ленинградской школьницы, состоящей из записи о датах смерти ее родственников, стал одним из символов блокады? Это пятый вопрос. Дневник с Таней Савичевой, она писала даты смерти. Тогда даже находили людей, просто скелеты в шкафах. Люди умирали от голода. По некоторым источникам погибло более двух миллионов людей. Да, это правильно, это Таня Савичева. Пять баллов. Не простой вопрос, конечно. Приписать Питеру одну тематику будет неправильно. Для кого-то это столица трех революций. А для кого-то столица русского рока. Но нельзя забывать, что 300 лет назад здесь практически ничего и не было. Петр Первый рубил окно в Европу. Болото стали каналами, лес превратился в дома, строилась Великая Империя. До наших дней сохранилось много мест, которые отображают Петровскую эпоху. Но в одном из них нужно обязательно побывать. Я никогда не поверю, что вот это все сделано без единого насоса. Понимаете? Ради вот этих эмоций нужно приезжать в Петербург. Если вы не побыли в Петергофе, поставьте себе ноль в жизни. Да-да, вы не ослышались, вся эта красота работает без современных изобретений. И струи некоторых фонтанов поднимаются на высоту до 20 метров. Вот исторически строилось при Петре, да, и как вот воду-то поднять на такую высоту, как вот она бьет. И там вот инженерные решения того времени использованы и, получается, созданы выше озера. И там такие трубопроводы идут. И благодаря им под естественным напором вода бьет. Петербург Сейчас что модно? Сидеть в Одноклассниках, ВКонтакте, по Вайберу переписываться. Но в 18 веке все паркоклассники были здесь. Фрейлины обсуждали своих мужей и фаворитов. А мужики рассказывали о подвигах на Северной войне. Кто кого бомбил, кто какие награды получил. Вот так вот под зонтиками. И у людей было больше свободного времени на самом деле. Сюда стоит приехать ради роскоши и непревзойденного величия. Прогуляться по тенистым аллеям. Услышать мелодию каждого фонтана. Ну или провести время в компании современных одноклассников. Кому что. Это вот маленький Версаль, который успешно был сделан Петром Первым. Спроектирован, построен. Я максимум могу поставить по оценкам. Это плюс, 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 плюс. Если вы располагаете временем, побывайте в Кронштадте. Это морские ворота России. Ну а мне пора уже закругляться. Я должен оценить Санкт-Петербург. К развлечениям претензий быть не может. Наивысшая оценка. А вот в культурной жизни города я немного сомневаюсь. Не все такие белые и пушистые. И кто-то позволяет себе нагло курить в толпе. Здесь на туристах умеют зарабатывать. Делают это профессионально. Шоу будет обеспечено. А вот азиатские друзья чуток разочарованы белыми ночами. Они не то чтобы совсем белые, но очень светло. Как вот сумерки, можно сказать. Светлые сумерки. Но развод мостов, шикарные соборы, улицы, да и вообще питерский колорит затмевают маленькие неурядицы. И собственно говоря, пришло время подводить итоги. По правилам проекта, если город набирает необходимую сумму баллов, я оставляю награду. Табличку с одним из 36 ключей. Я думаю, это будет справедливо, если в рамках проекта ГУЛА ПРОВЕРЬ Санкт-Петербург получит первый ключ. Я вас поздравляю. Сейчас нужно его только вручить. Поедем мы в домик Петра Первого. Именно туда, где начиналась вся история Санкт-Петербурга. Так, нам сюда домик Петра Первого. Здесь начинался город. А пусть тут и начинается мой проект. Пойдем, оставим табличку. Сегодня награду я передаю директору филиала Русского музея. Мы проверяли инфраструктуру, как к туристам относятся люди, где экскурсоводы нахамят. То есть, ну, ничего такого не было выявлено. Мы хотим вам оставить такую награду. Хорошо, я хочу передать. Да? Вот мы тогда вам вручаем такую табличку. Спасибо. И вам большое спасибо, что у вас очень такой хороший город. Дело сделано. Обратного пути нет. Решение принято. Рамка остается в Санкт-Петербурге. Меня зовут Ярослав Гула. Петербург проверен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова